Я думаю, было бы необычно, если бы в бесконечной Вселенной планета Земля была бы уникальной. Ничто на этой планете не является уникальным. Смотрите, что мы знаем о Вселенной. Мы знаем, что она расширяется, что там буквально миллиарды планет и звезд. Она всегда становится больше. Из наших крутых телескопов мы увидели больше 20 планет за последние два года за пределами нашей Солнечной системы, которые вроде бы далеко от своих звезд и достаточно плотные, чтобы поддерживать какую-то жизнь. Если бы нас посетили однажды, я бы не удивился. Вместе с передачей «Чемодан с ядерными кодами» президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Надо понимать, что те, кто наблюдают нас издалека, обеспокоены. Я видел, слышал и услышал многих управляющих другими планетами. Они очень обеспокоены тем путем, которым сейчас идет Евросоюз. Неопознанные летающие объекты посещают нашу планету уже давно. А в последние десятилетия, с тех пор, как мы изобрели атомную бомбу, они делают это более активно, поскольку очень озабочены вероятностью ее повторного применения. Эту информацию держат в полной секретности. И правительства стран мира не говорят об этом. Неопознанные летающие объекты, как и в то время, так и сейчас, мы наблюдаем и в ближнем космосе, и в высоких слоях атмосферы, и непосредственно поверхности Земли, и даже в океан. Из-под воды выходят объекты, и наблюдали их наши, и военные корабли, и гражданские суда. И причем они зачастую, вот эти все инопланетные космические корабли, они зачастую появляются там, где большое скопление, или американцы проводят какие-то свои военные учения, или большое скопление каких-то других кораблей. Они ведут исследовательскую деятельность совершенно однозначно. НЛО эти появляются в небе, ныряют под воду или выпрыгивают из-под воды, летают с большой скоростью, опять погружаются и могут двигаться под водой тоже с большой скоростью. В 2007 году в широкой балке под Новороссийском. Мы смотрим, какая-то такая точка светящаяся. Потом около нее еще три точки. Потом эти точки стали отсоединяться, и хорошо камера была. И вот в течение примерно 40-45 минут эта светящаяся висела, 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 и потом под конец, с неимоверной скоростью, вот такое впечатление, что она в воду. Раз и ушел. Чего стоят только одни донесения начальника разведки Тихоокеанского флота, контр-адмирала Владимира Домысловского, которого я знал лично. Он мне докладывал о зависании в отдаленных акваториях Тихого океана гигантского цилиндра над водой, длиной в несколько сот метров, из одного конца которого, как пчелы из улья, вылетали мелкие, неопознанные летающие объекты, летающие тарелки, заныривали под воду, затем выныривали обратно, вновь залетали в этот самый цилиндр, и так многократно совершив свои циклы, загружались с него, и цилиндр уходил за горизонт. Был случай, когда современная атомная подводная лодка попала в клещи и была вынуждена всплыть. И тогда шесть неоползанных летающих объектов, шесть летающих тарелок, симметрично, так сказать, вот, которые окружали подводную лодку, они взлетели и ушли за горизонт. В феврале 1972 года всплыл, стал осматривать горизонт, и вдруг я увидел нечто непонятное. Над горизонтом, ну, угол приблизительно места так, это максимум 3-4-5 градусов был, что-то похожее такого на круглое чуть-чуть, эллипсовидное чуть-чуть. Это не было кораблем, не было судном, то есть не было надводным ничем, надводным каким-нибудь там объектом. Это было что-то над поверхностью. Я был направлен на север новой земле к мыслу желания командованием, потому что проводили ядерные испытания на новой земле, были должны взрывать ядерный заряд очередной. Вдруг на курсовом где-то 10 градусов столб воды, огня и яйцеобразное тело, но огромное, выскочило из воды и ушло под облака. Через некоторое время сигнальщик докладывает, справа 45 градусов самолет. Смотрю, предмет, который он обозвал самолетом, не перемещается. Предмет был необычной формы, типа перевернутого парашюта. Он весь светился и на фоне темного неба просматривался отчетливо. Через некоторое время из нижней части у него вытянулся луч, ну, такой как прожектор, в сторону вот того корабля, который шел впереди. В октябре 1977 года меня пригласили к адмиралу флота Николаю Ивановичу Смирнову. Он по громкоговорящей связи селекторной связался с оперативным дежурным Северного флота. Дежурный докладывал, что раным утром 7 октября плавбаза подводных лодок «Волга», находящаяся в Баренцевом море, подверглась облету девяти неопознанных летающих объектов, которые являли собой как бы металлические диски. Они над этой «Волгой» учинили хоровод и 18 минут маневрировали. Надо отдать должное военно-морскому флоту, руководство военно-морским флотом, которое уделяло этому внимание. Дало команду создать определенные подразделения, они были нештатные, для фиксации всех тех непонятных явлений, которые были наблюдены. В главном штабе военно-морского флота была создана специальная группа, работа которой носил конфиденциальный характер. Были приглашены офицеры нашего управления, офицеры научно-технического комитета, ученые научно-сельских конститутов, которые занимались анализом всей этой информации. И информация еженедельно докладывалась заместителем командующего военно-морского флота. Такая информация до меня доходила о том, что кто-то видел где-то, какой-то летающий объект, который перемещался очень как-то необъяснимо, который исчезал, появлялся и так далее. Таких докладов становилось больше, больше и больше. Мы издали директиву, по-моему, в октябре 1977 года. Издали директиву по флоту, где предписывалось, чтобы о каждом таком явлении было бы соответствующее донесение в штаб военно-морского флота. Штаб военно-морского флота СССР докладывает о том, что наблюдали в Индийском океане во время несения боевой службы выход из воды какого-то объекта цилиндрической формы диаметром порядка 70 метров и так далее. Вот я не знал даже министру обороны, какую резолюцию предложить. Первое место занимает Атлантика. В Атлантике наблюдается 44% случаев наблюдений и контактов, 16% в Тихом океане и 10% в Средиземном море. Все факты говорят о том, что эти неопознанные летающие объекты совершенно разной геометрией и формой имеют действительно разумный преднамеренный технологический характер. Неопознанные летающие объекты, неопознанные подводные объекты, это все одни и те же объекты, только действующие в разных средах. Они способны на это. Можно не верить, по крайней мере относиться серьезно, потому что это не познанное. Это не значит, что не существует оно. Оно существует. Если даже это и есть, то это не человеческое производство. Создать человечество такое не может. Перед заходом солнца, еще солнце не село, в районе примерно дальнего привода нашего появился светящий объект. Он эллипсовидной формы, но какой-то оранжево-коричневая такая, золотистая окраска. Вот на наших глазах МиГ-21 летит к этому объекту. Ну, осталось, может, два-три, может. Ну, от силы четыре километра. Вот этот эллипсовидный такой оранжево-красно-коричневый, что ли, с колоссальной скоростью, примерно под углом 70-80 градусов, колоссальной скоростью ушел вверх, потом превратился в точку и потом вообще исчез. На самописце вот это было определено, что 2,5 минуты меня сопровождал этот объект. Вот я был скован, ну, парализован я буквально был. Он представлял себе, ну, объект длиной около 80 метров. Это было ночью. Вот я видел только вот темный силуэт, который закрывал звезды. И сзади оранжевый и красный. 20 километров южнее Ялты. Задание было простое. Вираж влево, вираж вправо. Токирование горкой. Вдруг я увидел почти над собой ныло. Но я-то несусь прямо носом туда. Мне пришлось срочно убрать крен. Так бы я носом вскочил в этот луч. А то я ударил по нему крылом. Поэтому я могу точно сказать, какой он был в диаметре. Диаметр был примерно 2,5 метра. Но самое удивительное – это то, что когда я крылом ударил, получил, он рассыпался. Знаете, вот такие блестки, он… Ну, вот как вот над Москвой, когда салют, очень похожи. Как правило, при сближении с НЛО, ну, все измерительные приборы на самолете выходили из строя, и они становились почти неуправляемы. И только отойдя от этого объекта, вновь восстанавливалась система управления, система татчиков всяких. Первая встреча с НЛО у меня состоялась в 1971 году, когда я летал на МИГ-19. Возвращался поздно ночью, на посадку заходил в аэродром перед. И вдруг на меня внезапно накинута была сеть, фиолетовая толщиной в руку, 30 на 30. Прямо буквально сетка была наброшена. И как руки спрут, оглаживали кабину. И казалось, в мозг мне залез кто-то, и рукой прямо щупает у меня. Крылья, смотрю крыльев, не видя полная темнота. И главное, прекратилась связь с землей. И вот это продолжалось где-то минут 10, наверное. Когда я выпустил шасси, сразу же эта сетка исчезла, а земля вас с тревожным голосом. 643. Ваши действия. Почему не отвечаете? Они оказывают серьезное воздействие на бортовую технику самолета, в частности, на геракомпаса, значит, на радиосвязь с руководителем полета. А бывает, что возникает помпаж двигателя, то есть выключается двигатель в полете, и летчики в этом случае должны просто катапультироваться. Таких случаев достаточно много. Они специально фиксируются в каждой части в журнале. Внезапно возникла летающая тарелка, которая стала быстро приближаться к самолету. И зависла над ним. Тарелка не просто висела над самолетом, она иногда опускалась сбоку, снизу. То есть как бы обследовал экипаж. Попытки как-то увеличить скорость путем эволюции самолета уйти от нее ничему не приводили, потому что она вот как буквально как прилипла. Я лечу на Ил-18 командиром корабля. Ночь. Два часа ночи. Высота 7 тысяч метров. Вдруг мне диспетчер, с которым я веду связь на земле, говорит, ваш самолет исчез с радара. У меня полностью засвечен экран радиолокатора какой-то помехой. Буквально через несколько секунд второй пилот мне говорит, справа какая-то неопознанная звезда у меня. Звезда новая появилась в небе. Абсолютно ясное небо. И увеличивающийся прямо на глазах в размерах. То есть приближающийся. В конце концов эта штука зависла около правого крыла самолета. И потом это изделие, являющееся собой такой плазмой, дискообразной плазмой, я бы сказал, не металл, а плазма какая-то, она начала менять маршрут, притом вопреки всех законов аэродинамики, физики и науки. То есть на такой скорости невозможно с правого крыла перейти на левое крыло. Невозможно рядом с левым встать. И потом опять. Вот так несколько раз. Затем эта штука развернулась вертикально. И три таких вот выстрела световых в сторону самолета. И начало удаляться и удаляться. И как в мультфильме исчезло с поля зрения. И мне диспетчер кричит наземный. Мы вас видим. Все в порядке. Помеха исчезла. Ну вот почему-то у меня возникло такое желание. Я сидел возле иллюминатора. Посмотрите в иллюминатор. Я посмотрел. И у меня, значит, глаза вот такие сразу встали. Смотрю рядом. Практически где-то, ну, километра, может быть, полтора от нас. И где-то, может быть, километра, может быть, на тысячу метров выше. Летит объект. Причем правой треугольной формы. Равнобедренный треугольник. Белый-белый, ярко-белый. Ну, я сразу, я летчик. Летчик-истребитель. Я знаю многих типов летательных аппаратов. Но это ни на что не похоже. В 1961 году, во время Холодной войны, около 50 неопознанных летающих объектов летели клином на юг из России через Европу. Верховный главнокомандующий НАТО был сильно обеспокоен этим фактом и уже приготовился бить тревогу. Но НЛО неожиданно развернулись и полетели обратно через Северный полюс. Смотрю, параллельно нам, примерно в метрах в 200-250 идет какой-то непонятный летательный чечевистообразный аппарат, похожий на дирижабу. Но никаких признаков ни антенн, ни выхлопа работающего мотора, ни иллюминатора, ничего нет. Запрашиваю локаточку по телефону. Что видишь? Он говорит, Валентин Иванович говорит, параллельно косо идет какая-то непонятная штука, как он ее назвал. А что такое? Да то, что говорит, во-первых, у меня как-то странно говорит, говорят, лампа. Я не включал аппаратуру, а лампы уже зажглись. В общем, этот летательный аппарат с нами держался параллельными курсами, как мы их не изменяли курсы, около 43 минут. Потом исчезли. Как-то раз, поздней ночью, мы летели с Детройта в Лос-Анджелес. Поскольку ночью делать особо нечего, я сидел и смотрел в окно и увидел, как снаружи что-то движется. Это не могло быть ни звездой, ни самолетом, однако двигалось довольно быстро. Потом оно застыло в определенном положении и вдруг устремилось прямо вверх. Я имею в виду бум, и оно исчезло. Затем, через минуту или две, я заметил другой объект. Он двигался тем же путем, а потом в той же самой точке бум и тоже исчез. Я попросил ребят подойти и сказал, что я хочу им что-то показать. Они подходили, штурман, бортинженер, и наблюдали, как вели себя эти летательные объекты. В течение десяти лет я возглавлял программу по анализу неопознанных аэрокосмических угроз в Пентагоне, нацеленную на неизвестные воздушные технологии. Все слышат про неизвестные феноменальные воздушные явления. И это правда? Мы работали с учеными, которые оказывали нам услуги. Работали с определенными элементами в разведывательном сообществе. Добились того, чтобы был определен государственный подрядчик в США и военный персонал. Мы были сосредоточены на специфических технических возможностях этих объектов. На том, что это такое и как это работает. А также на том, кто управляет этими объектами и каковы их намерения и цели. У нас были люди, производящие электрооптический радиолокационный сбор данных. Очевидцы, специально подготовленные наблюдатели. Мы летели вчетвером на двух самолетах F-18 и увидели продолговатый белый объект, летевший с севера на юг. Как только я приблизился к нему, на расстоянии одной мили, он начал быстро ускоряться и исчез. У этого объекта не было крыльев. Он смог ускориться за 2 секунды и исчезнуть. Я никогда раньше не видел такого. Составлено много отчетов. Этот портфель оказался намного больше, чем мы предполагали сначала. Но я не могу говорить подробней, потому что это до сих пор остается секретным. Миссия длится 7 дней 13 часов и 17 минут. Управляется из Хьюстона. Мы видим станцию МИР. Мы видим какие-то вспышки явно, но не уверены, что это могло бы быть. И многие космонавты рассказывали открыто о том, что они видели. У нас есть различные видеозаписи, сделанные этими космонавтами, где вы можете видеть странные вещи, происходящие в космосе. Я видел фотографию на видеокамеру, потому что есть на 40 секунд. А где вы летели? На какой части Земли? Мы видим ЮПАУНГЛИТ. Мы все правильно. Конечно, я видел сколько угодно. Только давайте договоримся о терминологии. Неопознанный летающий объект. Да много в космосе каких-то точек летает, которые ты в иллюминаторе видишь. Миссия управляется из Хьюстона. Мы используем пилотные камеры для того, чтобы поймать в объектив российскую станцию МИР. Мы пытаемся переключиться на нее. Будет сложно снимать МИР, так как звезды находятся позади нее. А вот станция МИР находится в зоне видимости в левой части экрана. Приблизительно на 3 сантиметра от нижнего края этого изображения. Окей, станция МИР имеет небольшой мерцающий световой сигнал. И в центре, с левой стороны экрана... И левого экрана медленно... Что за хрень там в экране? И... И... И она медленно перемещается в левую часть... Да, мы видим что-то светящееся, но не уверенные в том, что бы это могло быть. Эта миссия управляется из Хьюстона, и в очередной раз мы полагаем, что станция МИР находится на расстоянии 1500 километров над нами. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мой голос и мой репортаж, и да, наблюдение объекта. Было это во время полета с Виктором Петровичем Савиных. Станция летела в произвольном таком положении. И вот я неожиданно посмотрел в иллюминатор, и вижу, что я наблюдаю внизу, будем говорить, подо мной, под станцией, летящий объект. Я, ну, станция летит вперед, край был немного космоса виден, основную долю иллюминатора занимала Земля, это все было на фоне Земли. Объект шел внизу, но в плоскости орбиты, мы передвигались, будем говорить, параллельно. Потом стало происходить непонятное, этот конус начал внутри как бы поджиматься, потом произошло два взрыва. Когда он вернулся, он мне говорит, ты знаешь, мы видели НЛО всем экипажем, мы засняли, передали в НАСА, и говорит, после этого я понял, что мы в мире не одни. Ну что ж, люди часто спрашивают меня, если внеземное НЛО существует, почему они не хотят предстать перед нами всеми публично? Ну хорошо. Я думаю, когда была миссия шаттла СТС-80, они действительно так и сделали. Вы видите объекты, которые появляются в кадре, не в фокусе, или они каким-то образом размытые, прозрачные, в первом фрагменте над шаттлом. Затем они входят в область видимости, и они стремятся переместиться в верхние слои атмосферы, по крайней мере, похоже на то. Они объединяются с другими объектами, представляя круговую формацию. И затем вы видите своеобразный танец. Последний объект заходит в центр этой формации. И как только он занимает положение, происходит вспышка. И затем вы можете видеть своего рода танец огней вокруг этой формации. Как мне кажется, это проявление невероятной разумности. Этим, как мне кажется, они хотят сказать, смотрите на нас. Смотрите, насколько мы высокоразвиты. И это поразительно, что показано в этом видеофрагменте. Если вот так посмотреть на те же видеоролики НАСА, которые в свободном, так сказать, обращении есть, то, что мы называем НЛО в космосе, их полно там их вот летает. Не просто были случаи, а их там полно. Мы парим на таких высотах, где еще не бывал человек. А потому мы обязаны установить, что за существа летают мимо нас и по околоземной орбите. Вы ясно слышите одного из астронавтов. Он говорит, здесь находится объект в позиции 11 часов. И другой астронавт отвечает ему, не беспокойся об этом. Неважно. Я был в открытом космосе, и тут услышал, «О, там какой-то объект. Ты можешь сказать, что там?» Думаю, все мы подумали. Инопланетяне разумные. Мы вернемся назад. Страха не было. Было интересно. Можно было увидеть, что это нечто меняет очертания. Но как-то странно. Непонятно, во что это превращалось. Да, этот объект был близко. Можно рассмотреть. Но непонятно, что это было. Gemini 7, Хьюстон, прием. Прием 7, передавайте. У нас НЛО на 10 часов. Это Хьюстон, повторите еще раз. У нас тут НЛО на 10 часов. Прием. Ну, на рассвете астронавтики мы были свидетелями многих неизвестных объектов. И это действительно факт. Мы понятия не имели об этом. Были ли эти твари живущими на Земле, или они были еще откуда-то? Космонавты видели какие-то объекты, которые сопровождают корабль во время полета, и неоднократно. Американские астронавты. Основная масса из них утверждала, что во время нахождения на поверхности Луны, проведения экспериментов, что за ними кто-то наблюдает. Баз Олдрин рассказал мне, что во время полета Аполлона-11 на Луну, где-то посередине между Землей и Луной, они пролетели совсем недалеко от другого корабля, который излучал яркий свет. На Земле никто не понимал, что это такое, и даже поступило предложение прервать эту миссию из-за вмешательства НЛО. Сейчас в иллюминатор я вижу странный светящийся объект. Я снимаю его на камеру. Он приближается к нам с солнечной стороны. Баз Олдрин сказал, что раз никто не может понять, что же это такое, то, вероятнее всего, его придется признать неопознанным летающим объектом. Я видел какое-то освещение, и оно двигалось на фоне звезд. Но мы были достаточно умны, чтобы не завопить. Юстон, там есть какой-то свет, и он за нами следит. Поэтому автоматически получается, что это неопознанный летающий объект. Директор миссии может все слышать, все переговоры, и отрезать связь с пунктом управления. Прослушать переговоры астронавта и врача. Если астронавту это необходимо. И Нил обратился к врачу. Он сказал, они здесь. Они где-то в районе экватора, и они наблюдают за нами. Они приземлились вместе, и за первыми людьми, которые сделали шаги на Луне, наблюдали с чужого корабля. Это гигантские штуковины. Нет, нет, нет. Это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнения. Какого чёрта там у вас происходит? Что случилось? Я говорю, что здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Повторите. Повторите. Мои руки дрожат так сильно, что я не могу ничего делать. Эти проклятые камеры заснимут что-нибудь. Что тогда? Они здесь, и они наблюдают за нами. Астронавты увидели что-то непонятное и необычное рядом с кораблём. То, что на Луне американцев встретило нечто необычное, и то, что они предприняли соответствующие шаги, в том числе ретуширование снимков, подсъёмков в павильоне, есть все основания полагать, что это именно так, хотя бы ещё и потому, что и сам у нас не очень это отрицает. Сомнения, что они не были, что Стэнли Кубрик снял павильон Голливуда. Да, такие съёмки были. Но это как раз попытка замаскировать то, что было на самом деле. Что контакт был. Было очевидно, что они появились не для того, чтобы навредить нам или изменить наше направление, а чтобы поздороваться. Мол, отлично, что мы появились. Их корабли находились по кругу. Они как бы плыли над поверхностью. Нил сказал, «Господи, они огромны», говоря об этих массивных инопланетных кораблях. А под ними стояло много рептилий с раздвинутыми ногами. Стояли на Земле. Не то, что космонавты летели и думали, что на Луне никого нет. Рептилии были на Луне. И все астронавты, участвующие в миссиях Аполлон, были заранее об этом извещены. Я разговаривал когда с Митчеллом, да, они то же самое. Они слышали голоса, они видели непонятные объекты. Это всё, ну, как бы сказать, неоднократно рассказано. Мы несколько раз видели непонятные яркие огни над поверхностью Луны. И ощущали в своей голове какие-то странные шумы, как будто радиопомехи. Было ощущение, что кто-то присматривал за нами. Но каждый раз, когда мы пытались обернуться или понять, что происходит, всё исчезало. Это однозначно. Где-то есть или умнее нас, или превосходящие нас. И по форме, и по развитию, и по интеллекту. Другое дело, что в космосе делать? Что им там искать? Они, естественно, будут устремлять свой жар к Земле, к объекту изучения. Верю я в НЛО или нет? Я говорю, я их не только верю в них или нет, я их видела. Это было в Варзовском участии, на Памире. Мы оглянулись, над лесом висит, ну, точно, как, вот говорят, тарелка. Круглое такое образование, и вокруг огни. Но самый яркий луч просто вот доходит до земли, останавливается, обязательно не рассыпается. В 1987 году в городе Дальнегорске 28 ноября был зафиксирован массовый прилет над городом неопознанных летающих объектов. Дело началось со звонка жительницы Дальнегорска в отдел ФСБ. И увидела над своим домом объект треугольной формы, похожий на шаттл. Она отметила, что у него по борту были иллюминаторы. Но, говорит, это, скорее всего, не гражданский самолет. Гражданский, говорит, таких не бывает, потому что у него сзади, у этого объекта было шесть дюз горизонтальных. Он висел бесшумно и некоторое время освещал местность под собой. А доказано было, что это наш самолет? Обычный самолет? Было доказано, что это не наш самолет. А какой? Ну, на этот вопрос ответа до сих пор никто не знает. Ангар закрываю, и там этот козырек, вдруг из-за него появляется такой диск. Ну, трудно сказать, что можно сравнить его. Это от меня до края диска, если было метров 25-30, то диаметр его был где-то 50-60. Прямо вот на высоте буквально 20 метров. И что интересное явление, по краям диска, по его орбите, или как сказать правильно, огромные языки пламени. Была сделана любительская съемка НЛО, трансформирующихся в цилиндрическую форму. Съемка была сделана в Мехико. Съемка была сделана в Танцузу. Мы фиксировали объекты, перемещавшиеся на фантастических скоростях. Несколько тысяч миль в час. В то время земная техника так летать еще не могла. А наши радары фиксировали это. У нас есть даже снимки. Наш секретный отдел докладывал Вашингтон. Мы засекли организованные полеты целых эскадрильей НЛО. И они появлялись и исчезали, когда хотели. Красный светящийся объект завис над крайней правой шахты, и я его сам видел. Диспетчер тоже докладывает, мы все видим красный светящийся продолговатый объект. Мы были в шоке. Наши ракеты отключались одна за другой. Мы тоже не знали, что это происходит. У нас тоже эти наблюдения велись, да. Тоже не могли дать научное или как просто даже разумное объяснение. На земле происходит активность непонятных объектов, которые можно назвать НЛО. То, что эти многочисленные случаи зафиксированы средствами наблюдения вооруженных сил разных стран, вызывает особое доверие. Я тогда работал в главном ракетно-артирическом управлении. У нас был доклад с арсенала 61-го, это Лозовая, под Харьковом. Да, там садился и на НЛО. Значит, зимой растаял снег. Значит, после этого, значит, нарисовали, кто был, кто выходил. Прислали снимки следов и так далее, и так далее. Следы были где-то сантиметров по 50, по 60. Рост был 2,5-3 метра этих ребят, да. Тарелка была нормальная. Получено было 36 свидетельских показаний. Я, майор Гаврилов, увидел над лесом светящуюся гирлянду. Я, секретарь парторганизации, капитан Тонищенко, видел светящиеся огни. Гни прохотели гирлянды. Пролетали от 6 до 7 объектов, кто, говорит, и 8 видел, в виде люстры. Они как бы вращались, крутились. Вот здесь мы можем увидеть засветки радиолокационных станций в момент наблюдения скопления аномальных явлений. Вот они. Видишь? Летят. Что это за хрень летит? Что это такое, не знаю. Самолеты так не летают. Вот. Прямо целая скандрилья пролетала. Вот еще летят. Что это такое? Удивительно вообще. Мерцает. Как тарелки гла летящие. Смотри. Снимай, снимай, сейчас еще полетит. Это вообще не самолеты. Они так летают. Еще прибавляют. Домас. Если еще приближусь, все расфокусируется. Так хоть понятно, что это. Вот самая большая точка посередине. И вот это вот что такое вообще? Непонятно. НЛО. Неопознанные летающие объекты. Приходится тратить много времени и сил, чтобы, как говорится, отделить зерна от плевел. Будучи министром, я получал сообщения о наблюдении НЛО. И когда мы их проверяли в 15% или в 20% случаев, объяснений не было. Это были самые настоящие неопознанные летающие объекты. У нас есть независимые ученые, которые изучали случаи появления неопознанных объектов рядом с военными базами и аэродромами. И все они подтверждают. Это объекты внеземного происхождения. Их видно с Земли, но на радарах они не фиксируются. Скорость объектов варьируется. Например, иногда 400 метров объект пролетает за 1 треть секунды. То есть, рассчитывая скорость, мы получаем ее от 1 км в секунду. Это минимальная скорость. В других случаях это пролет 400 метров за 1 пятую или 1 шестую секунды. Или даже быстрее. То есть, скорость НЛО около 2 км в секунду. Соответственно, если переводить это в километры в час, что понятнее зрителю, речь идет о скоростях от 3-4 до 7-9 тысяч километров в час и более. Чтобы представить скорость этих объектов, нужно понять, что двигаются они в 1,5, 2 или даже в 3 и более раза быстрее артиллерийского снаряда. В 4 часа утра в небе над городом появился огромный объект. Сначала его форма была размыта. Но уже через несколько минут он стал трансформироваться и превращаться как бы в светящуюся медузу. Затем из щупалец медузы хлынули потоки ярких лучей. Световой дождь поливал город 10 минут. Явление совершенно грандиозное, что звезда полгорода накрывала. Сейчас об этом не говорят, но в многочисленных окнах домов появились дырки пораженные. Это было настолько широкомасштабное явление. И наблюдалось оно до 6 утра. И пик его был не в 2 часа, когда был запуск искусственного спутника Земли, а в 4, до 4.20. То есть 20 минут. Самое сильное было свечение, когда действительно можно было читать газеты. И не только, может быть и книгу. Вот именно с этого момента был дан старт государственным исследованием на высоком профессиональном уровне по проблеме аномальных явлений НЛО. Как бы ажиотаж, который возник вокруг всего этого дела, он вынудил, как говорится, наше руководство принять какое-то решение, для того, чтобы как-то во всем этом деле разобраться. И вот создавались вот такие структуры, куда бы стекалась вся информация вот о таких загадочных на тот момент явлениях. Где бы эта информация могла анализироваться на соответствующем уровне. В соответствии с этим постановлением правительства и соответствующими приказами по министерствам, в том числе по силовым ведомствам, значит, все были обязаны, как бы при появлении, по уступлению информации о каких-то явлениях и непонятных явлениях в окружающем у нас пространстве, немедленно в соответствующем формате докладывать в центр. По каждому событию, о котором шло официальное сообщение, специалисты начинали заниматься этим делом. И они делали опросы, протоколы, фотографии. Даже возили с собой художника, который, по показаниям очевидцев, он просто делал эти зарисовки тех или иных явлений, объектов. Это секретное подразделение, которое занималось изучением, фиксированием всевозможных феноменов. Я действительно был участником вот этих вот событий. Если кто-то видел какой-то непонятный объект, он ему не его описывал. И, собственно говоря, на основании этого создавались рисунки. Все, что попадало в руки, все шло потоком к нам. Стала картина выясняться, что это какое-то глобальное явление, что это происходит. Сегодня летающие тарелки – это зафиксированный факт. Скажите мне, пожалуйста, ну так, честно, наверняка же приходилось слышать от ваших коллег, что видели летающий объект. Странный летающий объект. У космонавтов это, наверное, запрещено. Герою России не запрещено ничего. Нет, это такая вот очень хорошая фраза, что нам запрещено. Если нам запрещено, то мы об этом будем молчать. Что касается меня, я не видел, я не слышал. Ну, я понятно, что вы видели, а ваши друзья, ваши коллеги не рассказывали вам? Нет, не рассказывали. Или тоже запрещают говорить на эту тему? Нет, никто не запрещает, никто не запрещает, особенно когда мы... Александр Иванович, то есть скрытая информация? Да. Понятно. Сами сведения об объектах секретными не являются. Они становятся секретными в комплексе с выводами, которые делаются на основе анализа информации об объектах. Вот это уже становится служебной информацией, служебной тайной. И, соответственно, присваиваются ей определенные грифы. Президенту страны приносят специальную папку. На ней написано совершенно секретно. И она целиком и полностью посвящена пришельцам. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Вся эта работа, она была с грифом секретным. Поэтому, как говорится, не от общества скрывалась, а это внутри ведомства. Чтобы не селить какую-то панику. Сегодня отдельные представители власти знают об НЛО больше всех уфологов вместе взятых. На протяжении 50 лет нас кормят всякими байками. Эти явления, они подаются в таком виде, чтобы это казалось какой-то доброй сказкой. Если многие вещи сейчас преподнести в том виде, четком, жестком, который существует, это будет достаточно опасно. Для начала нужно задаться вопросом, сколько вообще существует инопланетных рас. Согласно последним данным из разных источников, на самом деле этих рас около 80, и некоторые из них очень похожи на нас. Вы можете встретиться с ними на улице и даже не понять, кого увидели. Помимо них есть еще и так называемые серые коротышки. Именно их мы часто видим в мультфильмах. У них очень тонкие руки и ноги, маленький рост, около полутора метров, огромная голова и большие карие глаза. Видов инопланетян очень много. Все они разные, и нужно это понимать. На протяжении долгого времени я знал лишь об инопланетянах из таких звездных систем, как созвездия Плеяд, Дзеты, Сетки и других. Некоторые живут на Андромедии, другие обитают на Венере и Марсе. Они могут даже общаться между собой. Думаю, что почти все они хорошие и доброжелательные. Может, даже хотят помочь нам, за исключением всего одной или двух раз. Нельзя говорить о них как о неком единстве. Нас посещают разные пришельцы. У них разные цели, они ведут себя по-разному. Представители множества миров присутствуют здесь, на Земле. Одни весьма дружественно настроены к нам, другие, напротив, весьма опасны. После Второй мировой войны НЛО наблюдали довольно часто, в том числе волны НЛО. Но администрация США и американские ВВС решили держать эту информацию в тайне. Сейчас стали известны документы, из которых следует, что появление НЛО не было иллюзией, что НЛО – это технические устройства. Но в то же время, когда шла гонка вооружений, некоторые сошли нормальным утаивать то, что содержало в себе огромный технический либо военный потенциал. Точно так же поступали и в СССР. Человек, который служил 25 календарных лет и занимался этой проблематикой, я вам хочу сказать, что статистика говорит о том, что всегда на полигонах, там, где проводятся учения, появляется НЛО. Они, как часы, отслеживают любую военную активность. Писали отчеты. Все это стекается и кладется в папку первому лицу. Об этом говорил Медведев. На территории не только России, но и мира. Фиксируется и отслеживается. Соответственно, не доверять этому нельзя. Все фиксировалось, все отражалось, все хронометрировалось. И вот по той программе, которая была составлена, она была составлена, я прямо скажу, очень добротно. Она предусматривала не только фиксацию проявлений неопознанных этих объектов. И проводились эксперименты, и очень успешно, кстати, для того, чтобы вызвать их появление. Они зависали над исследовательскими лабораториями, они зависали над военными базами. Были отмечены случаи деактивации ядерного вооружения. Естественно, военные не были бы военными, если бы они не поставили задачу схватить, получить объект и вообще исследовать, что же происходит на Земле. Планировали за Арканизм поймать вот этот объект или это явление. И поэтому было придумано такой шифр-сетка. Начали истребители сначала поднимать. Категорический запрет на применение огня. Ни в коем случае через объект нельзя проходить. Вот рядышком только можете крутиться. Бомберы над нами ходили, хихикали, говорят, скоро истребители всех в сумасшедший дом увезут. Потом и их подняли. За ней все гонялись. За этой тарелкой. У нас, в частности, в Сибири, тоже тарелку такую военной обнаружили, потерпевшую такое, можно сказать, кораблекрушение. И, в частности, после ее обследования она была транспортирована на авиационный завод, который располагается во Внуково. и какое-то время хранилась там в подземном цехе авиазавода. Естественно, все это потом собиралось, анализировалось, и на этой основе пытались воссоздать двигатели и летательные маневры НЛО в нашей авиапромышленности. Эта программа называлась НИТЬ. Было доказано, что при возникновении таких явлений в основном присутствует плазма. Либо явления сами плазменный характер, либо они защищены плазменной оболочкой. Вот, допустим, форма аэродинамическая и в США, и у нас, они, как говорится, уже улучшены. Опять же, за счет, как говорится, свойств НЛО. В дальнейшем стали защищать плазменной оболочкой самолеты от радаров. Значит, ну, плазменное образование вообще-то такая вещь специфическая. Ведь делались токамаки, чтобы удержать плазму. Нужно было большие магнитные поля, большие давления нужно было. А у нас же этого ничего не было. Плазма должна была образовываться просто в воздухе или там даже в разреженном воздухе. Это и есть вот проно новых физических принципов, когда поражающим фактором является не ракета, а поражающим фактором является плазма. Многие свойства аномальных явлений могли предопределить развитие новых видов вооружений. Там невидимые самолеты, там невидимые головные части ракет. То есть, изучивший весь комплекс свойств вот таких вот явлений, возможно, было это использовать на практике. Как для защиты, так и для создания новых видов вооружения. То есть, оружие на новых физических принципах. Серьезное внимание при этом уделяется разработке так называемого оружия на новых физических принципах, которое дает возможность избирательного, точечного воздействия на критически важные элементы вооружения, техники, объектов, инфраструктуры вероятного противника. Один самолет, имеющий на борту или в подвесном контейнере некое высокотехнологичное и умное оборудование, в состоянии, совершив пролет над некой территорией, вывести из строя систему противовоздушной обороны. Например, заглушив радар и тем самым не позволяя наземной системе ПВО, ее радару, выдать цельные указания для ракет. По многочисленным сообщениям в прессе нечто похожее случилось с американским эсминцем Доннет-Кук 12 апреля в нейтральных водах Черного моря. Российский фронтовой бомбардировщик Су-24, который не имел на своем борту боевого вооружения, 12 раз прошел вблизи корабля ВМС США, инсценировав атаку. Радары эсминца засекли сушку и повели ее. Но вдруг вся корабельная электроника отказала. Заработали приборы эсминца только после того, как наша сушка прилетела. Вдруг мне с радара у меня полностью засвечен экран радиолокатора какой-то помехой. Вот здесь мы можем увидеть засветки радиолокационных станций в момент наблюдения скопления аномальных явлений. Мы делаем так, чтобы он нашу технику не видел. Мы ему ставим засветку на экран и он не может по своему экрану навести свое оружие и выполнить задачу. были материалы, которые связаны с документированными местами посадок НЛО и контактов с ними в Дальнегорске, в ряде мест в Центральной России. Мы пошли по пути опять же установления телепатического контакта. Создали группу такую, куда Ивантина Ивановна вошла. Контакт с инопланетянами было, это было 25 лет назад. Нам был дан код, при помощи которого мы, воспользовавшись им, получали информацию на те или иные поставленные вопросы. И эта группа спустя несколько месяцев работы, когда они очевидно поняли, что мы не агрессивны, что мы довольно-таки терпеливы и не самые сволочные на земле, откликнулись на нашу просьбу. Отобрали четверых человек из нашей группы и они показались физически. Идти на Ивановну было в этой группе, они встречались с ними и беседовали. А где это было? Открыли по Москве. По Москве. В начале контакта, конечно, это беспокойство было какое-то, но это же не совсем это понятно. А потом достаточно быстро я вошла в какой-то такой дружеский тон с ними. Спокойно мы разговаривали достаточно долгое время. Важнее всего было даже не встреча, не пощипать вот этот корабль на зуб попробовать, а установить постоянный контакт, чтобы мы могли уже получать представление о более развитой цивилизации, чтобы могли давать рекомендации нашим правителям и страны, и земным, в каком направлении двигаться. Мы списали Талмуды целые информации, которые были сданы потом в Генштаб. И разработки, отработки. И планиц с разных были планеты? С разных, с разных. В одном корабле что ли? Нет, нет. В разное время даже? Это нам показали им корабли, а там новые корабли. А пространство для базирования какие-то там базы свои, вот для чего они, есть у них? Есть, безусловно. А где они могут находиться? В том числе и в Москве. на юге на юге на юге на юге на юге полуостров Крым там очень часто видят вылет или там посадку неопознанных летающих объектов. подозрение, что где-то в глубине этого полуострова под землей находится и комплекс и центр. Да, нас посещали космические пришельцы. Мы находили потерпевшее крушение корабли, а также вещественные доказательства и тела. Инопланетные посетители Земли где-то на 1-2 миллиарда лет опережают нас. В 1950-х годах военно-воздушных силах Соединенных Штатов было особое элитное подразделение. Оно изучало и расследовало все происшествия с участием НЛО. На авиабазе Паттерсон были установлены мониторы и на них поступали все сообщения об НЛО и затем смотрели внимательно, оценивали необходимость отправки специальной команды, чтобы забирать и восстанавливать то, что упало. Но неофициально. Я был лично вовлечен в некоторые такие операции. Многие люди могут подумать, что есть некая команда, специально ожидающая такие случаи, следующую аварию НЛО. Но нет, это делается не так. У каждого из нас была обычная жизнь, обычная служба вооруженных силах. Однако, если оказывалось, что где-то в этом районе падал НЛО, мы были в числе тех людей, кого вызывают. и у каждого была своя специализация, и перед этим нас готовили. И вот однажды тогдашний президент США Эйзенхауэр захотел узнать, а что же они там делали. Военные не отвечали ему. Он был вынужден их предупредить, что он пошлет первую армию в Колорадо к ним. И они наконец сдались и позволили ему послать четверых доверенных президенту агентов ЦРУ, чтобы они посетили эту базу, чтобы они могли сами посмотреть, а что же там такое происходит. Президент Эйзенхауэр и Никсон позвали нас. Они сказали, что запрашивали отчеты у людей из Majestic 12 из зон 51 и С4. Но им ответили, что правительство не имеет законных оснований вмешиваться в их дела. И вот Эйзенхауэр сказал нам, чтобы мы слетали туда. Нас отвезли где-то миль на 15 к югу в зону С4. Это неподалеку от зоны 51. Там нас подвели к открытым ангарам и мы увидели, что в них находятся различные летающие тарелки. В первом ангаре находилась летающая тарелка из Розуэлла, разбитая. Все инопланетяне там погибли, за исключением двоих. И полковник сказал, что у них есть живой инопланетянин Грейс. И они беседовали с ним. Ну, у него несколько больший размер головы. Нос был очень маленьким. А вместо ушей обычное отверстие и очень маленький рот. А затем мы сели на президентский самолет и полетели в Вашингтон на доклад. Нас там ожидали Эзенхауэр Никсон. А также и Гувер был там. Они попросили детально описать увиденное. Мы рассказали об инопланетянах и обо всем увиденном там. По моей информации из очень влиятельных источников у Дуайта Эзенхауэра было по крайней мере три или четыре встречи с инопланетянами начиная с 1954 года. В 1954 году у него было две встречи. В 1955 34 президент США еще раз встречался в Нью-Мексико с инопланетянами. Я видел своими глазами в архиве Конгресса засекреченный документ предназначавшийся Эйзенхауэром. Там говорилось, что послы Грейс прибыли в Америку и готовы встретиться с президентом для обсуждения условий пребывания в США. Я удивился только, почему такой простой документ засекретили. Но потом до меня дошло. Нигде на земном шаре нет ни народа, ни города, который называется Грейс. Я знаю, что такие контакты с правительством США велись в 50-х годах довольно-таки интенсивно. Наша разведка добывала такие данные. этот объект имел форму как бы двойного блюдца. Он попал в поле зрения личного состава. Затем он завис, начал абсолютно бесшумно приземляться и выпускать из днища три опоры. Наконец он успел встать на эти штативы. Я в это время находился в офисе, в третьем по счету здании от места приземления объекта. Меня зовут Бойт Бушман и я был старшим научным сотрудником в известной аэрокосмической компании Локхит-Мартин и у меня была возможность бывать везде, где я захочу на базе 51. У меня был доступ к совершенно секретным сведениям. Эти штуки поднимаются в воздух и летают с помощью антигравитации. Это фото сделано с близкого расстояния. Это НЛО готово взлететь. Запечатлен вблизи. Диаметр этих НЛО составляет около 12 метров и на мое удивление не позволили их снимать на свой фотоаппарат. А вот что видит пилот НЛО на подлете к базе чтобы понять как подлететь в зону 51 и приземлиться. Затем они влетают в базу и спускаются вниз по шахте. и у них нет колес или чего-то подобного. Когда я выходил в отставку в 1989 году мы имели каталоги и в них описывались 57 разных видов инопланетян. Есть виды очень похожие на меня или на вас. Если бы они прошли мимо вы бы даже и не догадались. А также там было и несколько видов Грейс. Свидетельства очевидцев и документы датированные 1954 и 1955 годами подтверждают что президент США Дуайт Эзинхауэр держал связь с представителями инопланетных цивилизаций. Все это находилось под пристальным контролем спецслужб США. И на сегодняшний день такие договоренности существуют. Если бы я стал президентом через мгновение после наугурации рука моя еще теплая от Библии на которой я клялся а я бы немедленно помчался туда где держат эти все документы про район 51 и про пришельцев и начал бы в них рыться читать все про этих инопланетчиков. Вы так сделали? Вы читали? Вы смотрели? Вы изучали? Мне запрещено разглашать. Че, правда? А вот президент Клинтон говорил что он все читал все изучил и там ничего интересного нет. Ну это потому что нас инструктируют так говорить. В 1954 году вышел в свет совместный акт сухопутных, морских и воздушных военных сил США который запрещал представителям военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил распространяться о появлении НЛО. Это стало вопросом национальной безопасности. Наша разведка, военные правительства и все государственные подрядчики, включая космические, знают о существовании пришельцев. Знают, но вынуждены молчать. Они долгое время были ограничены запретами высокого уровня. Это мешало им сообщить широкой общественности о том, что они видели. Я полагаю, что они до сих пор соблюдают договор о секретности. Контакты с человечеством начались с крушения летательного аппарата в Розвале, Нью-Мехико. Там были материальные фрагменты и тела. И в правительстве есть люди, которые обладают этой информацией и этими знаниями. В 1954 году от имени всего человечества президент США Эйзенхауэр подписал договор с представителями расы Грейс. По этому договору Грейс предоставит американцам технологии создания летательных аппаратов. Поставьте себя на их место. Президент и его команда внезапно получили эти удивительные куски информации, которые буквально упали им в руки. Начинается холодная война, а у вас теперь есть это. Вы бы рассказали всему миру, вы бы не смогли. Вы не знаете, с кем имеете дело, возникнет ли паника, ну и вы не захотите делить эту информацию с конкурентами. Поэтому они создали команду для изучения этих технологий, стали выяснять, кто эти существа, а также выяснять, может ли быть паника. и искать пути, как тайно финансировать эти задачи и научные исследования и обеспечить им безопасность. В операцию «Синяя муха» входило восстановление объектов, неопознанных летающих объектов. И это было очень важно, ведь у нас не было на тот момент еще ни одного космического аппарата. после двух падений на Ло в Розуэле 4 июля 1947 года одна из захваченных машин оказалась вполне целой, чтобы быть восстановленной. И вот именно с нее и началось обратное проектирование. Недалеко от Лас-Вегаса было много наших зон, где мы тестировали наш самолет и многое из того, что было создано в области, которая известна как Зона 51. Я с уверенностью могу сказать, что да, есть некоторые инопланетные корабли, захваченные в 1947 году в Розуэле. И да, они были реальными. И да, мы действительно из них получали некоторые технологии. Нам потребовалось много времени, чтобы выяснить, что это было, и затем понять, как мы можем использовать это. Был летательный аппарат, который был восстановлен. Использовали метод обратного проектирования. Есть разрешение дублировать эти аппараты и его элементы. Меня зовут Боб Лазар. Я известен тем, что работал на участке С-4 в пустыне Невады, недалеко от 51-го полигона. Там мы занимались разбором инопланетных кораблей. Эти корабли прилетели с другой, не просто с другой планеты, из другой системы, из далекой системы. И они здесь. Я их демонтировал. Я занимался реверс-инжинирингом энергосистемы силовых установок корабля, разрабатывал их копии с доступными нам материалами. В конце 80-х американское правительство воссоздало инопланетный корабль, даже несколько, и сокрыло информацию об этом в пустынях Невады. У нас есть достаточно большое количество инопланетных кораблей, в том числе тех, которые были специально нам даны. Было несколько кораблей, воспроизведенных по образцу корабля, разбившегося и восстановленного. Американцы были в состоянии за такое большое количество лет научиться повторять эти технологии. Когда я еще работал на ВМФ, я летал в Дуглас и работал на компании Дуглас Инжиниринг. Там появился первый мозговой центр, и вот там мы изучали каждый аспект, связанный с инопланетянами, военный, коммерческий и так далее. Меня направляли работать конструктором ВМФ, где создавались военные корабли 16-18 разных классов, которых еще не существовало. Самые большие корабли в длину составляли от 1 до 6 километров. Да, они летали в космосе. Точнее, это носители космических кораблей. Работая на ВМФ, я создавал носители космических кораблей, и они наконец в конце 1970-х годов были построены в штате Юта под землей. Группа солнечных хранителей вышла из недр мозгового центра компании Дуглас Инжиниринг, так же, как множество иных вещей. Многое из того, что мы сейчас используем, мы позаимствовали у них. Это светодиоды, микрочипы, кевларовые бронежилеты и тому подобное. В частности, после того, как в Росвелле блоки-тарелки исследовали, изучили под микроскопом и созвали ученых и показали, мы видели, что эта оболочка это по сути огромный гигантский компьютер. То есть там слой ПН-переход, слой ПН-переход. То есть то, что потом стало основой чиповой технологии. Понимаете, не было ничего, потому что процессор это была огромная машина на лампах будела, шипела, и вдруг значит они получили доступ к этим технологиям и вернее как бы нам дали эти технологии. В 1972 году доктор Гермен Оберт сделал следующее заявление. Мы не можем верить в то, что добились рекордного прогресса в определенных областях науки в одиночку. Нам помогли. И нам помогли люди из других миров. Последний раз, когда мы официально полетели на Луну, это было почти 45 лет назад. Вы действительно думаете, что за последние 45 лет со всеми технологиями, которые мы имели, мы не должны были вернуться туда снова? Вероятно, большая часть аномальной активности, которую относит КНЛО, таковой вообще не является. Большая часть приходится на деятельность человека. Это секретные разработки военных. В зоне 51 было много таких вещей. и созданной там тайной программы. И много раз вы будете наблюдать их сами. Но также много раз, видя НЛО, вы действительно будете видеть НЛО. Некоторые из них будут настоящие события. Дело в том, что сейчас в зоне 51 есть и русские, и китайцы, и все они занимаются постройкой необычных летающих объектов. С 1980-х годов, еще до окончания Холодной войны, американцы и русские уже работали на очень высоком уровне. Русские и американцы работали в очень тесном контакте. Да, секретные космические программы были совместными. Самое главное это утаивание невероятно продвинутых технологий. От нас утаивают научные достижения. Наука и технология могут кардинально нас изменить. Изменить существующий мир, экономику, все. У обеих сверхдержав сегодня есть антигравитационная двигательная установка. Но и России, и США необходимо поддерживать космическую программу в действии, потому что если ее закрыть, люди начнут задавать вопросы. Похоже, необходимо иметь некую двойную реальность. В одной мы строим эти огромные дорогие химические ракеты. В то же время прямо здесь у нас есть вторая скрытая космическая программа, где все передвигаются на антигравитации. У нас есть достаточно большое количество инопланетных кораблей, в том числе тех, которые были специально нам даны. Нам сообщили, что есть угроза, исходящая из космоса, от нескольких чужих видов. Представьте себе, что Земле угрожают вторжением враждебные инопланетяне. Тогда все земляне мгновенно поймут. Неважно, американец ты или русский, мы все прежде всего человеческие существа. Как легко мы нашли бы тогда разрешение существующих между нашими странами разногласий. Президент Рейган говорит, как бы вы поступили, если вы на соединенные штаты агрессивно были атакт. Вы пришли бы нам на поле. Ирвис без всяких коррекций. Космическая программа, которая показывает по телевизору, в новостях, не соответствует реальности. Это лишь кинофильм. НАСА было создано десятки лет назад как прикрытие для реальной космической программы. Программа Солнечный Хранитель начала действовать в 1984 году. Для нее были созданы восемь боевых космических групп в 80-х годах. Они были развернуты в глубоком космосе. Полномочия нашей земной космической программы Солнечный Хранитель охранять нашу Солнечную систему. Тысячи, тысячи и тысячи, много тысяч людей шли служить во флот здесь, в Соединенных Штатах. Они вербовались в космический флот, многие улетали на Луну, на нашу Луну, сооружения, созданные на нашем спутнике. Там их тестировали, подбирали самое лучшее место, куда им надлежало было отправиться. Затем на непродолжительное время их посылали на Марс. Я Лора Магдалена Эйзенхауэр. Я правночка Дуайта Эйзенхауэра, 34-го президента США. Мне предложили полететь на Марс, и я прошла курс подготовки, стандартный для всех участников проекта. И все-таки мне до конца не верилось, что все это происходит со мной. Но это такая же реальность, как все, что вас окружает. Моя служба прошла на Марсе в частях, которые занимаются охраной земных и марсианских баз. Также я прослужил три года в составе секретного космического флота. База управления луниными операциями находится в скалистой местности, и она сливается с ландшафтом. Одна часть встроена в скалу, и лишь немного находится на поверхности. У меня сложилось впечатление от тех раз, когда я бывал там, что эта станция была очень большой, размером с обычный город. А также на Луне живет большое количество разных инопланетных рас, имеющих совместные базы очень давно. Все, что вы видите в научных фантастических фильмах, это реальность. Раскрытие тайных космических программ помогло бы всем людям получить эти технологии. Инопланетяне хотят, чтобы мы спасли нашу планету, и дают нам разные знания и технологии. Мы находимся в начале тысячелетия, готовы раскрыть тайны космоса, освободить Землю от болезней, несущих страдания, и использовать энергии и технологии будущего. премьи пятнадцать пятнадцать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok